2013 год в России объявлен Годом экологии. И в московском регионе особое внимание уделяется рассмотрению важнейших проблем в этой сфере и, конечно, их решению. Проведение акции «Чистый лес» – одна из мер, которая дает эффективные результаты. Наша съемочная группа побывала в сельском поселении Развилковская и убедилась в этом лично. Традиционно сотрудники администрации сельского поселения Развилковская вместе с представителями общественных организаций и жителями принимают участие в субботниках по уборке близ лежащей лесной территории. 20 июля акцию «Чистый лес» решили провести на участке, расположенном за Домом 32 в поселке Развилка. Несмотря на прохладную и дождливую погоду, неравнодушные посельчане наводили порядок в лесополосе. У нас сегодня у всех прекрасное настроение. Мы специально оделись ярко в наши желтые куртки для того, чтобы все жители видели, что у нас сегодня субботник и присоединялись к нам с удовольствием. Полиэтилен, резина, пластиковые бутылки, железные банки, стекло и тому подобное – таково состояние леса в настоящее время. Все мы так хотим жить в хороших комфортных условиях, в хороших зеленых районах, но почему-то при этом сами же продолжаем мусорить и не уважать то место, в котором мы живем и где мы отдыхаем. Я хочу сказать, что мы, конечно, будем продолжать очищать лес, нашу территорию, но и призвать жителей к тому, чтобы они более бережно относились к тому, что у нас есть. Приятно прогуляться по территории чистого леса, подышать свежим воздухом, к тому же, когда живешь в непосредственной близости от лесного массива. Так думают многие, но почему-то в акции принимают участие лишь единицы. Мне не безразлично, что у нас на поселке творится. В общем-то, и неприятно, что валяются горы мусора. Жители, многие, особенно приезжие, идут, бросают мешки прямо у подъездов и на детских площадках. В общем, я призываю жителей нашего поселка откликнуться и приходить хотя бы в такие дни, когда всех собирают, помочь. Активно потрудившись, посельчане собрали много мешков мусора. Хотелось бы, чтобы жители участвовали в охране близлежащей лесной территории не только во время проведения таких акций. И, возможно, уже в следующем году обстановка с состоянием леса изменится к лучшему. Лариса Вольнова и я, дамя Наталья Буслаева, Видное ТВ.